Маскировочная сеть Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей библиотеки номер 3. Волонтер Анастасия Власкина в подробностях показала и рассказала о существующих техниках плетения. Основные моменты это не цвета максимально приближенные к естественным, это форма пятен строго не геометрическая, то есть даже какие-то размытые, ну скажем так, кляксы, амебы, чтобы не прослеживалась геометрия. Есть определенные правила, как правильно привязать ленточку, но это уже детали. Как говорится, первый блинкомом, так и здесь. Правильно привязать ленточку многим удалось не сразу, но потихоньку дело пошло и начали появляться первые узоры. Я пришла на этот мастер-класс первый раз. Я думала, что будет проще. Я не думала, что столько тонкостей и нюансов, даже по цветам, по плетению, по техникам. Это немножко мозг взрывается все-таки, но когда ты пробуешь, вникаешь, то получается. Вот такое огромное полотно сплели химкинские пенсионерки, которые трудились неподалеку. Работали в пятером, на все ушло три дня. Говорят, что после десятой привязанной ленточки руки привыкают, и дальше действуешь на автомате. Тут, как говорится, бояться нечего. Всегда все сделаешь как следует. Надо смотреть схемку и смотреть по схемке. Ну, у кого получается сразу, у кого помедленнее. Так что тут постепенно все привыкают, и даже без схемы хорошо работают. Помочь нашим солдатам может каждый. Требуется только желание. Остальное – дело техники. Мастер-классы в библиотеке номер три проводятся практически каждый день с 11 часов дня до 9 вечера. Мелоти бросим, у кого всегда не хватает.